Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение депутата законодательного собрания Максима Резника. Максим, здрасте. Добрый день, Дмитрий. Борис Вишневский, ваш коллега, заявил о своих губернаторских амбициях, сказал, что он пойдет на эти выборы, если, конечно, партия его отпустит. Вы не собираетесь баллотироваться на выборах губернатора Петербурга в следующем году? Дима, даже без раскачки хотя бы спросили, как прошла сессия. Сразу, главное, нет, я не собираюсь баллотироваться на выборах губернатора в следующем году. Но раз уж вы спросили, тогда, я думаю, что нам имеет смысл на эту тему поговорить, потому что мы находимся на пороге политического сезона, который будет связан с выборами в Петербурге губернаторскими и муниципальными. Готовиться нужно в сентябре уже, да? Ну, я думаю, что все этот год начинается после отпуска, я сегодня ухожу в отпуск, и после выхода из отпуска уже, собственно, непосредственно буду заниматься этой проблематикой, если говорить о политической жизни. Сам не собираюсь баллотироваться, но считаю, что демократическая оппозиция должна иметь своего кандидата. А почему? Потому что партия Роста уже имеет своего кандидата, но предполагается, что это Оксана Дмитриева. Да, я думаю, что это, конечно, предполагается, и это так и есть, но дело не в том, что партия Роста имеет своего кандидата, а дело в том, что я не хочу повторения московской истории. Я не хочу, чтобы все сколько-нибудь заметные демократические политики сразу выстроились в шеренгу кандидатов в губернаторы. Хотя, я думаю, что объективно у нас будет несколько таких претендентов. Вот Борис Вишневский уже заявил, ну, пускай партия Яблока между собой разбирается, там появились еще какие-то странные кандидаты, с моей точки зрения, которые, так сказать... Ну, это дело партии, еще раз повторю, но мне кажется, что Вишневский это естественный кандидат, и его претензии мне понятны. Партия Яблока набрала 10% на выбор в законодательное собрание, партия Роста 11%, поэтому Оксана Дмитриева тоже естественный кандидат, и имеющий там какие-то преимущества в том числе по отношению к Вишневскому. Есть еще Марина Шишкина, партия Справедливая Россия, которая тоже представлена в законодательном собрании, тоже имеет политическое, я считаю, моральное право иметь своего кандидата, и Марина Шишкина уважаемый в городе политик. И надо сказать, что все эти три политические силы работают вместе по городской проблематике. Посмотрите, Комитет защиты Петербурга, который работает по городским проблемам, связанным с Исаакиевским вопросом, с Пулковской обсерваторией, с Российской национальной библиотекой и другими сюжетами, включает всех этих представителей. Так же, как и партия Парнас, которая тоже участвовала в выборах, набрала почти 3%. Кстати, общий совокупный результат демократической оппозиции, скажем так, как я ее называю, в Петербурге, это 33%. Подчеркну, что это официальная статистика. Ясно, что он по меньшей мере не меньше, скажем так. Это не мешает каждой партии выставить своего кандидата, тем более, что Вишневский уже заявил. Тогда в чем отличается питерская история от московской? Мы должны, Дима, сделать так, чтобы она отличалась, потому что нам свой кандидат нужен. И я отдаю себя счет в том, что победить такому кандидату, даже не потому, что злые силы, темные силы нас будут давить, это, естественно, совершенно. Будет довольно сложно, просто вот я обозначил те цифры, избиратели, которые голосуют за нас. Но повлиять на политику в Петербурге, сделать, например, так, чтобы Исаакиевский вопрос вообще больше никогда не вставал на повестку дня, демократический кандидат должен. И поэтому в этом наша политическая ответственность перед городом. Значит, понимая, что муниципальный фильтр находится в руках Единой России, администрации президента, Смольного, как угодно, тех, с кем мы собираемся бороться, мы должны при помощи общественного давления заставить власть зарегистрировать нашего кандидата. Или мы сделать этого не сможем. Здесь не только от нас зависит, но мы должны сделать все возможное. Поэтому мы должны, прежде всего, говорить о том, как нам договориться. Возможно, это могут быть три кандидата, возможно, это должен быть один кандидат. Но в любом случае, в Москве мы сегодня дали, мы демократы, я имею в виду, я не разделяю, потому что неудача в Москве, я воспринимаю их как свою собственную. Мы дали власти возможность сказать, смотрите, они не могут договориться. Значит, в Петербурге надо попытаться выстроить другую конструкцию. Договориться с кем? Они просто не пошли. Между собой. Между собой сначала должны договориться, понимаете. Может быть, такой формат, да, что у нас есть там три кандидата, а может быть, у нас есть один, и мы говорим. Он должен быть зарегистрирован, потому что он представляет большое число избирателей, и все участники, например, Комитета защиты Петербурга за этого кандидата агитируют. Да, а все муниципалы будут против этого кандидата. Совершенно нет, Дим, мы же говорим о том, еще раз говорю, мы говорим о том, что, конечно, мы не можем говорить с Единой Россией при помощи револьвера. Это не наш метод. Мы можем говорить только при помощи доброго слова. Это наш метод. Мы будем убеждать, ну, у них муниципальный фильтр, но, мне кажется, не надо строить иллюзии. Власть будет принимать решение о регистрации кандидата от демократических оппозиций. И какая конкретная власть? Не знаю, может быть, это будет Смольный, может быть, это будет администрация президента, может быть, это будет Единая Россия как партия. Ну, Дим, мы с вами знаем, да, там, как принимаются решения. Может быть, не держим свечку и не знаем в деталях, но понимаем. Ну, вот, например, в Москве Собянин дал Навальному возможность пройти муниципальный фильтр. Ну, это мы думаем, что Собянин дал. Наверное, Собянин это согласовал, да? То есть, вот там ситуация сложилась таким образом, что власть вынуждена была зарегистрировать Навального. Вот, условно говоря, мы должны добиться такой же ситуации. Шансы на это невеликие. Но я хочу подчеркнуть, что... Так важно понять, с кем договариваться тогда. Я обозначил круг участников нашей, с нашей стороны, с той стороны. Даже, ну, я еще раз повторяю, там есть, там Собянин, здесь это Полтавченко, наверное, да. Нет, но оппозиция наверняка должна стучаться во властные коридоры. Ну, конечно, мы будем стучаться. Но понимаете, ну, пока стучаться не с чем. Пока стучаться не с чем. Вот когда мы сами для себя определимся, как мы будем себя вести, ситуация может как сложиться. Власть выберет кого-то и скажет, вот, типа, вот этого мы зарегистрируем. И тогда нужно понимать, как ведут себя партнеры. Они кричат, ах, это кремлевский проект, мы с этим ничего общего не имеем. И все, значит, уходят в кусты и начинают тоже критиковать кандидата, которого власть выбрала. Либо они говорят, ладно, власть думает, что выбрала слабого кандидата, но поскольку это наш единомышленник, мы объединимся вокруг него и сделаем слабого кандидата сильным. Вот, условно говоря, представим, секундочку, да. У меня Оксана Дмитриева, Борис Вишневский. Власть думает, кого взять в кандидаты. Ну, вот, допустим, понимает, что Петербург не примет ни участия, ни демократической оппозиции. И говорит, ну, пускай будет Вишневский, нам кажется, что он послабее. Это власти так кажется. Или там Дмитриева. Тут очень важно поведение партнера. Понимаете, если мы единомышленники, если вопрос не личных амбиций, столько я и больше никто другой. Вот именно из этих соображений, например, я и не хочу участвовать в этом. Потому что, ну, все только говорят, как они будут баллотироваться в губернаторе. Хоть бы кто-нибудь сказал, как он не будет уже, наконец. Понимаете? И как-то приложит усилия к тому, чтобы выбрать единого кандидата. Так вот я хочу вот в этом направлении усилия приложить. И если, например, власть скажет, пускай будет Дмитриева. Я скажу, хорошо. Вы решайте этот вопрос. Мы не можем вас заставить зарегистрировать там Петрова, которого мы хотим. Но мы сделаем так, что Дмитриева будет таким нашим кандидатом, что вам мало не покажется. И мы сделаем так, что этот кандидат так сформулирует нашу позицию по ключевым городским проблемам, что мы добьемся. А уж чего мы добьемся, посмотрим. Будем решать проблемы по мере их поступления. Надо понимать, задачи очень сложные. Но мы должны все время ставить перед властью неразрешимые в этом смысле задачи, чтобы она вынуждена была, еще раз говорю, регистрировать нашего кандидата. Но это будет зависеть от нас, если мы будем готовы отказаться от собственных амбиций. То есть, вот это... На какой власти выгоден кандидат? Сильный для того, чтобы можно выпустить пары? Или слабый для того, чтобы не победил? Вот, Дим, как власть сделала на президентских выборах? Она понимала, что Навальный сильный кандидат. А Собчак нет. Она взяла и выпустила, ну, дала возможность пойти Собчак на выборы. То есть, пойдет Вишневский на выборы губернатора Петербурга? А откуда мы с вами знаем, Дим? Мы можем с вами сейчас организовать дискуссию. Я-то считаю, что и Шишкина, и Вишневский, и Дмитриева... Ну, у меня и свои предпочтения. Да, я считаю, что Оксана Дмитриева, ну, более, так скажем, электорально перспективный кандидат. Это моя точка зрения. Может быть, я ошибаюсь. Но я готов любого из них поддержать, если мы об этом договоримся. Любого. Потому что, в общем, они все мои единомышленники по вопросам городской политики. И вот здесь, мне кажется, принципиально важно наше желание... Вот, ну, извините за пафос, ради наших избирателей. Потом не забывайте. Я считаю, что главные выборы для нас муниципальные. Вот посмотрите, что происходит. Которые тоже в следующем году вместе с губернатором. Мы сидим. Вот смотрите, Резник, Мишневский, Дмитриева, значит, Ковалев, Амосов, Тархманин, ну и так далее. Да, вот мы сидим. Лидеры, как бы скажем, демократической оппозиции, в общем, сидят в законодательном собрании. Правда, в подавляющем меньшинстве. Наши соратники, те, кто работает вместе с нами, эти люди никак не представлены, например, в муниципальных советах. Мы должны сделать все, чтобы доказать нашу конкурентоспособность. Да, на губернаторских выборах победить сложно. Задача заключается в том, чтобы заставить, изменить политику по многим вопросам. Прежде всего, победа – это задача максимум. Но на муниципальных можно выиграть ряд муниципалитетов и работать, доказать. А есть только кандидатов в демократических оппозиционных? Вот уже сейчас, Дмитрий, тот проект, который делался в Москве, который Дмитрий Гудков здесь презентовал, им здесь мы все занимаемся, и Андрей Пивоваров, и я помогаю, и Марина Шишкина, и Борис Вишневский, все помогаем. Уже почти 600 кандидатов, кандидатов в кандидаты, скажем так, объединенных демократов еще больше, чем за год до выборов. Работу мы ведем. И, естественно, она ведется каждый день, но в сентябре она будет идентифицирована, в том числе в связи с появлением еще одной политической организации, это партии «Перемен». Здесь тоже активно, я думаю, включится в эту работу. А где не прятались эти кандидаты, если раньше их не было? Где они прятались? Хороший вопрос. Вы знаете, иногда люди какие-то шаги сами не могут решиться, иногда им нужен какой-то побудительный мотив, иногда им нужно приглашение. Ну вот, это наша задача, я не знаю, где они прятались. Этот вопрос такой, знаете, риторический, про каждого сказать не могу, но мы должны дать возможность. Что значит, что я приглашение? Где эти кандидаты находятся? Слушайте, они живут с нами в Петербурге. Я не очень понял вопрос, они живут с нами в Петербурге вместе, эти кандидаты. Да, мы их не знаем. Там нужно разбудить, чтобы они проявили свою активность. Ну, не знаю, кто там, подекабристы Герцена. Я не знаю, Дим, что нужно сделать. Каждый должен делать свою работу. Вот мы в данном случае пытаемся сейчас сформировать эти команды, обучить этих кандидатов, да, еще раз говорю, задолго до выборов, используя московский опыт положительный. Мы надеемся, что это будет общая задача. И еще раз говорю, мы должны помнить, но это моя точка зрения, что выборы губернаторские в этом смысле не главные, главные муниципальные выборы. Потому что именно здесь мы можем обеспечить возможность прихода во власть реального большого числа новых людей. Потому что вот это, вы знаете, наша мунициплесень, которую Петербург захватила, это такая смесь, знаете, советов ветеранов спецслужб и комитетов советских женщин. Понимаете? Вот это вот нынешние муниципалитеты. Я так не понимаю, откуда вы их возьмете? Вот они ваши активисты, они активисты этих партий, они активны в своих районах, и вы их посмотрите. Ну, конечно, и это тоже. Ну, вы же, наверное, изучали московский опыт. Или вы хотите, чтобы я в эфире это проговорил, как это происходит? Просто мне кажется, вы-то знаете ответ на этот вопрос. Я хочу, чтобы слушатели тоже узнали. Хорошо, в эфире проговорили. Значит, у каждой из этих структур, которую я перечислял, есть свой круг активистов, но обычно это несколько десятков, не больше. Ну, вместе это наберется там несколько сотен. Для того, чтобы решить задачу, связанную и с количеством кандидатов, и с наблюдателями, конечно, требуется, значит, вот эта обучающая программа, набор кандидатов. Естественно, реклама идет в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Вы можете увидеть ссылки «Объединенные демократы». Да, есть сайт, специально посвященный этой проблематике, где тоже сказано о задачах, которые стоят. То есть, еще раз говорю, набор идет, конечно, и от человека к человеку, и через социальные сети. Естественно, это не значит по самозаписи, кто записался, тот и кандидат. Естественно, обучение, понимание того, насколько человек соответствует, ну, так сказать, по своим представлениям о том, к чему будут призывать «Объединенные демократы» и к программе, связанной с муниципальными выборами. Конечно, это длительный процесс, но, еще раз говорю, мы должны выставить силу, которая способна противостоять сегодняшним муниципалитетам, полностью контролируемой «Единой России». Ну, смотрите, Яшин же в Москве возглавил муниципалитет, а у него достаточно серьезный конфликт с местными жителями произошел. Это бывает. Мне кажется, это нормально, когда у власти может быть конфликт с жителями, могут быть какие-то проблемы. Ну, вроде как, жители выбирали-то его. Ну, послушайте, ну, жители могут и переизбрать его, либо снова доверить ему. Посмотрим, в этом и смысл демократии, и сменяемости власти. Не вижу здесь проблемы. По мне, так Яшин молодец. Ну, по крайней мере, знаете, можно осуждать его за какие-то поступки, за какие-то хвалить. Ну, я, может быть, не очень внимательно слежу. Ну, Илья мне друг, и я, может быть, не очень объективен. Но мне кажется, что сам факт того, насколько открыто он ведет свою работу в муниципалитете, безусловно, нужно приветствовать. Ну, мы-то с вами что знаем, кроме стендов вот этих вот, ничего не говорящих советских времен, значит, о том, что делают муниципалитеты? Кому они продуктовые наборы подарили в этот раз? Ну, там же реально идет живая человеческая работа. Людям, может, что-то не нравится, но не выберут они Яшина. В этом и смысл демократии? Или наоборот? Я-то думаю, что будет наоборот. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник сегодня в особом мнении из Петербурга. Вопросы присылайте на СМС плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь ноль ноль. Максим, вы представитель партии Роста, но на вашем сайте появилось недавно сообщение о том, что вы стали экспертом партии Перемен. Это партия Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак. Переметнулись? Переобуваетесь? Ой, ну, как говорится, как-то пишут в Фейсбуке, на лету переобуваюсь. Да я всю жизнь на лету переобуваюсь, Дмитрий. И дело заключается в том, что я просто всегда ищу и буду продолжать искать, пока не найду тот коллектив единомышленников, который сможет стать объединенной демократической партией. Это значит, что вы уходите из партии Роста. Я не состоял в партии Роста. Я со времен Яблока, беспартийный, со времен разрыва с Яблоком, я не состоял, то есть не был членом ни одной из партий. Я поддерживал действительно политический проект Гражданская платформа. Если там были такие люди, как Ирина Прохорова и Ройзман, да, для меня это было важно, и я считал, что это партия перспективность. Но не получилось. С партией Роста, как бы, я в нее не вступал, но у меня с Оксаной Дмитриевой совершенно, как бы, почти идентичное, я бы даже сказал, видение городских проблем, но проблемы очень схожие. Поэтому наш союз вполне естественный. Я всегда буду это искать, и я в этом не вижу ничего привратного. А не странно ли, что вы находитесь в числе сторонников партии Роста и во фракции партии Роста в законодательном собрании, и работаете на другую партию, конкурирующую? Я не работаю ни на другую партию, и вообще, мне кажется, формировка это не очень точная. Давайте проясним. Я член фракции партии Роста, беспартийный, поэтому я не могу вступить ни в какую другую партию. Но я приветствую усилия, которые сейчас направлены и Дмитрием Гудковым, и Ксении Собчак, и Андреем Нечаевым на создание партии «Перемен». Потому что всегда приветствую усилия на объединении демократических сил. Я буду помогать этой партии. Она мне близка идеологически. Ее программные установки. Свой союз с партией Роста я много раз объяснял. Еще раз говорю, с Оксаной Дмитриевой у нас общее понимание городских проблем. Ксения Собчак ранее высказывалась так мельком, что она, возможно, подумает и выдвинет свою кандидатуру на выборы губернатора Петербурга. А представьте, что будет Оксана Дмитриева и Ксения Собчак. Вы к кому присоединитесь? Я надеюсь, что будет один кандидат, как я уже пояснял. Но если будет два кандидата, то тогда и будем решать. С моей точки зрения, еще раз повторю, сейчас мы должны думать не о собственных амбициях. Кто из нас будет кандидатом. А о том, чтобы все-таки дать возможность людям проголосовать за ту содержательную повестку, которую мы отстаиваем многие годы. Дать им такую возможность. И понять, сколько нас. Я думаю, что нас очень много. И это голосование, не знаю, приведет ли оно к победе. Не будем забегать вперед. Оно точно приведет к возможности зафиксировать некоторые важные для городской политики моменты. Например, как я уже много раз говорил, Исаакиевский вопрос. А не кажется ли вам странным? Вы говорите демократа, демократическая позиция. И идете на переговоры с властью. Вот допустит она. Какого кандидата она допустит, того мы кандидат, значит, и выдвинем. Не кажется ли вам странным такой вопрос? Дим, мне не кажется это странным. Мне кажется, это реальность у нашей. Ну, хорошо. Какие у нас альтернативы? Давайте предлагайте. Значит, у власти в руках муниципальный фильтр. Переговоры ведутся даже на войне. На войне тоже ведутся переговоры, как вы знаете. Мы все-таки, я надеюсь, не на войне, хотя наша борьба политическая, конечно, иной воспринимает самые трагические формы. Но в данном случае я не вижу альтернатив. Да, можно сказать, мы с властью в сговоры не вступаем. Это называется сговором. Или даже в переговоры не вступаем. И мы выдвигаем нашего кандидата и сидим и ждем, пока она зарегистрирует. И нам власть сама принесет муниципальный фильтр. Мне кажется, что разговор с властью не может вестись просто. Вот там, типа, я пришел, зарегистрируйте меня. Это вопрос общественного давления. Это вопрос парламентской трибуны. Это вопрос массовых акций. Это вопрос гражданских акций, акций в социальных сетях. Власть должна почувствовать, что город требует такого кандидата. Вот это важно. Вот в этом наша задача. А если город не требует, ну тогда... Тогда очень странно, что этого объединенного кандидата выбирает не оппозиция, а выбирает власть. Даже если вы приходите к ней и говорите, вот у нас два кандидата. Нет, вопрос ведь не так стоит, что мы приходим к ней и говорим. Власть может выбрать, понимаете? Ситуация может сложиться таким образом. Власть может сказать себе для себя. Выбрать Оксану Дмитриеву или Бориса Вишневского. Тогда какая цена у этой оппозиции, если власть выбирает подходящего кандидата? Объясню. Цена такая, какая страна и какая политическая система. Поскольку такая вот соляная кислота, в которой мы существуем, у нас вот все так и выглядит, как в прямом зеркале. Но вопрос в том, будем ли мы стараться решить задачу, чтобы в бюллетене появился кандидат? Да, в том числе, возможно, путем переговоров с властью, если другого пути нет. Но который четко произнесет вот эти все вещи, связанные в программе, с нашей позицией. Нам это важно или нет? Напомню, в 2014 году нам не удалось добиться регистрации Оксаны Дмитриевой. Хорошо ли было для города, что выборы прошли в таком режиме, в режиме беспощадной борьбы Георгия Полтавченко с Тахиром Бикбаевым? Понимаете, такая мощная была конкуренция. Ну, то есть, конечно, для города это плохо. Да это и для власти плохо, потому что она тоже деградирует в режиме полного отсутствия конкуренции. Еще раз повторю, я считаю, что это в интересах города. И переговоры с властью мы обязаны вести. У власти тоже есть свои сторонники, это наши с вами сограждане, к сожалению. В том числе и те, которых я назвал в своем последнем выступлении терпилоиды. Да, хорошо. Вот давайте по поводу последнего вашего выступления. По пенсионной реформе акция протеста планировалась в дни чемпионата, но власти ее не согласовали. В то же время на следующей неделе собираются левые силы, профсоюзы провести акцию протеста. А вот партия Рост как-то в стороне от этого вопроса. И Оксана Дмитриева сказала, что ну лето вообще не время для массовых акций. Ну, я вам скажу так, если Оксана Дмитриева не будет проводить массовые акции, или я в них не участвую, или там Борис Вишневский, который сейчас в отпуске, это не повод их не проводить. Вишневский, кстати, подавал заявку. Да, ну и прекрасно, я считаю, что любые акции надо поддерживать в этом смысле, потому что это возможность выразить нашу позицию. Я, правда, действительно думаю, что если говорить о серьезных массовых акциях, которые будут заметны, то, наверное, их стоит планировать, конечно, уже в осенний период. Когда Государственная Дума уже примет закон о повышении. Мы попытались, как вы знаете, Дмитрий, организовать вот акцию в Овсяниковском саду, в садике Чернышевского. Но она не вызвала большого ажиотажа. И даже социологические службы показывают, что граждане, так сказать, пока не готовы по этому поводу выходить на митинги массово, к сожалению. Но мы должны предоставить им такую возможность. Уверяю вас, что и в летний период, слава богу, в Петербурге оппозиция, так сказать, не состоит из одного или двух человек. Она достаточно многогранна и нет такого времени, когда никого нет в городе. Поэтому возможности политики людям должны предоставлять постоянно. Если есть общественный запрос, мы должны давать возможность людям проводить эти акции, организовывать их. Мы пытались организовать. Да, людей пришло немного. Да, власти пытались всячески ее запретить. Но вот эта встреча с депутатами, тем не менее, состоялась. Я думаю, что и партия Роста, и другие партии будут этим заниматься. Люди вообще безразличны на этот вопрос? Или что? Понимаете, я не знаю. Мне трудно сказать. Своё мнение я высказал. Я не знаю, стоит ли в эфире повторять мое выступление. Оо достаточно широко разошлось. Программить Воронеж. Да, я высказал свою точку зрения. Меня волнуют даже не столько экономические параметры пенсионной реформы, а вот эта вопиющая брезгливость. Я даже не знаю, как слово подобрать, которое я испытываю по отношению к власти. Это так презирающий собственный народ. Да, вопрос еще не в существе дела, а в том, как это делается. Для меня это важнее. Но, возвращаясь к вашему вопросу, еще раз говорю, акции будут проходить. Надо их поддерживать. Я буду в августе весь уже в городе. То есть, только в июле буду отдыхать. Давайте все-таки, по сути, пенсионные реформы. Это же очень важный вопрос. Европейские государства, США, Канада, у них возраст выше 60. 10 лет пенсионные. 65 тот же самый. И в Россию вводят не прямо сейчас, а через несколько лет, к 2030-34 году. И понятно, что пенсионеров будет намного больше. И нагрузка на бюджет есть. Каким образом тогда можно решить вопрос пенсионной нагрузки? Вы задаете такой вопрос, который требует, знаете, вообще-то говоря, отдельного эфира. Поэтому я попрозвольте себе так ответить на этот вопрос. Не прежде чем вообще запускать такого рода масштабные преобразования, которые касаются миллионов граждан, это нужно обсуждать. Вот это принципиальный вопрос. Потому что, как это ни странно и ни парадоксально звучит, в спорах и обсуждениях, выслушивая разные точки зрения, можно и выбрать тот способ проведения преобразования, который примет общество и который будет на пользу обществу. Но общество никогда же не пойдет на, знаете, мы одобряем, да, повышение пенсионного возраста. Нет, как раз именно это упаковое правило и делает. Общество довольно часто хлопает. На самом деле в этом проблем-то нет. Когда власть повышает пенсионный возраст. Да. Многие хлопают. Посмотрите, вот, ну, вы, наверное, не смотрите федеральные телеканалы. Я тоже как бы редко на них попадаю. Но если вы посмотрите, там есть те, кто и хлопают. Не волнуйтесь, вам сейчас все это организуют. В этом вы можете не сомневаться. Вопрос в том, что людям надо доверять. Надо с ними разговаривать. Просто действительно, получается так. Власть сначала держит общество в состоянии второго класса. Не дает ему переходить в третьей, в четвертой. Не дает, значит, получать образование. В том числе гражданское образование, политическое образование. То есть, все время ее опекает, этих второклассников. А когда, значит, доходит до серьезного вопроса, говорит, ну, разве можно что-то этим второклассникам объяснить? Мы все до них должны решать сами. То есть, власть сознательно держит общество в таком первобытном состоянии. Пытается, по крайней мере. Но как вот меня, как представителя этого общества, спросить, ты за повышение пенсионного возраста? Да, конечно, я против повышения пенсионного возраста. Ну, потому что вопрос можно поставить по-разному, Дмитрий, да, там, например, как известный вопрос, да, из классики, вы перестали пить коньяк по утрам, ответьте, да или нет, любой ответ сомнительный, да, так что вопрос еще надо обсуждать, ну, меня вот больше всего, вот, честно говоря, даже парламентских выражений не могу найти, да, вот сейчас даже говорю об этом и тоже завожусь, но в один же день сообщают 90% против и в этот же день объявляют о начале реформы, так называемой, но вот это возмущает меня, понимаете, меня суть дела, я готов обсуждать потом, ну, потому что никакая суть не может быть вот хорошей, понимаете, потому что таким способом хорошие дела не можно, ну, не делаются, вот в моем понимании, понимаете, способ тоже очень важный, такое презрение к народу может сопутствовать только грабежу, в моем понимании, вот поэтому я так к этому и отношусь, то, что надо повышать пенсионный возраст, то, что надо, значит, видеть проблемы, связанные с наполняемостью пенсионного фонда в ближайшие, там, годы и так далее, все это так и есть, но это надо обсуждать в другом режиме, если, тем более, вы сами говорите, что реформу можно отложить, и, скорее всего, у нас еще батюшка-царь своего слова не сказал же, да, я об этом говорил, что выйдет он нам тут скостит, и народ будет аплодировать, но, значит, при всем при этом важно обсуждать это сначала, а потом что-нибудь делать. Даже говорят, что нужно аккуратнее, вот, с этой позиции по пенсионной реформе, если уж там так аккуратно. Поэтому я не думаю, что ваше вот такое скептическое ерничание по поводу того, что пока мы летом отдыхаем, в сентябре все будет решено, оно имеет место быть и имеет право, значит, на существование, конечно, но я думаю, этого так не будет. Уже сейчас Госдума заявила, что будет внимательнее относиться. Все-таки эти протесты, значит, они определенное влияние на власть оказали. Еще раз говорю, закончится чемпионат мира по футболу, все отпразднуют, Владимир Владимирович что-нибудь, наверное, скажет, наконец, хотелось бы понять. Но вот, к сожалению, власть навязывает общество, вот эту вот модель «хороший царь, плохие бояре». Почему-то, знаете, говорят, это типично наша модель, ничего подобного. Эта власть сама придумала наша, исконно русская пословица, каков поп, таков и приход. Это особое мнение депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Вопросы по СМС плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь ноль ноль. Мы продолжим через несколько минут. Вы слушаете программу «Особое мнение». Напоминаю, что сегодня особое мнение депутата ЗАГСа Максима Резника. Максим, следите за чемпионатом мира. Как сыграли вчера Бельгия и Франция? Смотрел, выиграли французы. Я, честно говоря, больше за Бельгию болел. Хотя, честно говоря, думал, что французы выиграют, но они так засушили игру. В общем, конечно, я ждал от матча больше. Но боюсь, что французы понимали, что во встречном футболе шансы Бельгии были бы по меньшей мере равны. Поэтому французы, в общем, сыграли грамот. Чемпионат хороший. Вы знаете, этот матч исключение скорее. Можно по пальцам одной руки посчитать неинтересные матчи. В основном матчи интересные. И по общим отзывам чемпионат проходит хорошо. Но, вы знаете, я все время смотрю с этим ощущением про футбольную анестезию, честно вам скажу. Я болею и понимаю, что очень трудно отделить. Я никогда не смешивал для себя. Для меня это всегда было искусство, творчество, спорт, соревновательность. Но никогда туда не вмешивал политику. А сейчас так много в этом политике. Какая-то дикость происходит с этим хорватским футболистом. Что к нему пристали? Что вы к нему пристали? Действительно, я не понимаю, что он сказал. Слава Украине. Что преступного? Человек играл в Динамо Киев, насколько я знаю. В контексте рассматривается его заявление. В каком контексте? Ну, сказалось, послушайте. Мало ли, что наши товарищи в контексте говорят. Наши там такое говорят, что весь мир содрогается. Поэтому, ну, вот это мне не нравится. Вот действительно, из футбола не надо делать политику. А мне кажется, что иногда, что вот это все власть почему-то использует в каких-то своих интересах. Может, я ошибаюсь. Но я очень рад за сборную, я хочу сказать, конечно. Но я почему-то что-то такого ожидал. И мне как политику, знаете, да, вот странно. Ребята, вас так любят. Вот у вас такой потенциал огромный, любви народной у футболистов. Неужели невозможно напрячься на 90 минут и показать? Вот я думаю, мне бы такую поддержку народную, да, как политику. Любой политик же мечтает, да, по народной поддержке. Это же крылья вырастают. Может быть, депутатам ЗАГСа в футбол просто сыграть? Да нет. Ну, кажется, своим делом должен заниматься, Дима. А в данном случае футболисты занимались своим делом хорошо. Хорошо. Ну, и молодцы, что сказать. При том уровне мастерства, которым они обладают, как мне кажется, они выступили здорово. А что вокруг чемпионата мира происходит? Вам нравятся болельщики, их реакция? Слушайте, а смотрите, Макрон приезжает, глава Хорватии приезжает. Это ведь, наверное, такой позитивный момент. Ну, видите, как все пытаются... Но, с другой стороны, с Путином-то все равно они не встречаются. Ну, мне очень жаль, что вот почему-то вот это обсуждается в контексте. Приехал Макрон или не приехал, и какие у него отношения с Путиным? Ну, Макрон приехал за своих болеть. Ну, это естественно. Хочется ему, понимаете? Ну, да, ему, может быть, не хочется с кем-то там встречаться в этой поездке. Но своих-то он хочет поддержать. Ну, и правильно делают, что приезжают. Только не надо это смешивать. Значит, извините, отношения внешнеполитические отдельные, а спорт отдельные. К сожалению, еще раз говорю, в нынешнем мире это очень сильно перемешано. Это разделить. Мне, тем более, человеку, который, в общем, занимается общественно-политической деятельностью. А если Путин придется на чемпионат, то это вообще единая целая спортполитика. Ну, не знаю. Он вроде там, не знаю, ходит он на футбол-то сейчас, нет? Я не очень слежу. Медведев ходит, да. Медведев ходит, да. И Светланову Медведеву, да, мы видели. Ну, если честно, вообще я предпочитаю смотреть. Я последний раз, вот я очень часто на «Зенит» ходил, ни одного матча не пропускал до того, как пришел «Газпром». Вот Ластемил Петржело. Вот «Зенит» тот, такой, как бы, как он сказал, играющий в красивый атакующий футбол, но которому не дают стать чемпионом, ну, вот остался в моем сердце. Когда пришел «Газпром», я, конечно, по-прежнему болею за «Зенит», но уже не так рьяно, уже смотрю по телевизору. Напоминаю, что СМС для вопросов «Плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь ноль ноль». Полярник из Петербурга спрашивает, есть ли еще какие-то шансы сохранить обсерваторию. Да, мы бы, я недавно подписал несколько писем. Ну, скорее всего, сохранить наблюдение. Ну, естественно, мы понимаем, я думаю, что понимаем, о чем идет речь. Буквально на днях, вместе с Людмилой Васильевной Семыкиной мы готовили, это один из руководителей Общества охраны памятников истории и культуры, с которыми мы работаем вместе. Именно в истории культуры Петербурга, конечно. Мы подписали письмо Лаврову и еще ряду лиц в администрацию президента, потому что мы считаем, что все, что происходит вокруг обсерватории, нарушает международные обязательства России. Ну, понятно, речь идет, конечно, об охране культурного наследия, прежде всего. И вот эти письма мы направили. Обсерватория сохранится, просто наблюдение будет вестись. Мы считаем, что тем не менее. Еще раз говорю, часто депутаты в данном случае являются инструментом донесения мысли, которые формулируют люди, непосредственно погруженные в тему. Я могу вам сказать, что Людмила Васильевна Семыкина – это один из тех людей, которые от и до погружены в эту историю, в борьбу за сохранение обсерватории. И вот я говорю, перед отпуском мы написали эти письма. Мы будем использовать любые инструменты. Но еще раз говорим, какие у нас инструменты. Посмотрите, в европейских городах, например, тоже существуют обсерватории. Там тоже вынуждены были перевести научные исследования в другие точки. Это такая судьба больших городов? Нет, не могу с вами согласиться. Но для этого нам требуется с вами погрузиться в серьезные вопросы, связанные с астрономией как наукой. И с вопросами, связанными с нюансами наблюдения. Я не знаю, стоит ли это делать. Я доверяю тем астрономам, которые утверждают, что Пулковская обсерватория в этом смысле уникальна. Их аргументы мне кажутся убедительными. Я встречался с комиссией, которая представляла Российскую Академию Наук. И я считаю, что она ангажирована была. Я считаю, что люди заинтересованы. Они приехали заранее, чтобы уничтожить обсерваторию. Потому что речь идет о перераспределении финансовых потоков. Прекращение наблюдений в Петербурге приведет к перераспределению финансовых потоков. Поэтому, к сожалению, могу вам сказать, я очень разочарован тем, что я увидел в составе комиссии Российской Академии Наук. Я думал об этой организации иначе. Но люди, которые начали разговор со мной, с Оксаной Дмитриевой, со слов. А что вы переживаете? Вы же городские депутаты. Появится столько земли для застройки. Это люди, представляющие научное сообщество, академическое. О чем с ними можно говорить? Можно ли считать, что они стоят на страже интересов науки? Можно ли доверять их мнению о том, что наблюдения на Пулковской обсерватории не имеют ценности? Людям, которые встречают вот так депутатов. Вот с такой формулировкой. Уж извините, я об этом рассказал позже тоже впервые в эфире, потому что встреча была закрытая для прессы. Но, думаю, здесь ничего крамульного нет. Но очень вместе с тем показательно. Поэтому я доверяю тем, молодым в том числе ребятам, которые, я понимаю, как говорится, не за денег, не за тех смешных зарплат, которые они там получают зарплатами назвать нельзя. А просто из любви к науке. Бьются за это, я буду им помогать. Сколько хватит сил. Ну, не все сражения можно выиграть. Но нужно хотя бы, по крайней мере, спать с чистой совестью в том смысле, что знать, что ты попытался сделать все, что возможно. Ну, справедливости ради стоит сказать, что ученые говорят о том, что важно наблюдения производить в течение долгого периода времени. Вот в Пулковской обсерватории начали наблюдать и наблюдают. Важно сохранить вот эту периодичность вот этих наблюдений в конкретные точки. Совершенно справедливо. В том числе и это, да. Да. Смотрите, давайте... Вы накануне обратились к губернатору, кажется, города по поводу истории с гимназистами, которых лишили стипендии на выпуске. Стипендия выплачивалась по итогам, по успехам в их учебе. А лишили стипендии за то, что они попали в отделение полиции после акций Навального. Да, совершенно верно. Ну, вот ко мне обратился в социальных сетях Валентин Форошинин, если не ошибаюсь, так зовут парня, который, собственно, один из фигурантов всей этой истории. Ну, я не знаю. Просто не очень понимаю, нужно ли ее описывать. Вы ее описали, по-моему, это просто возмутительная история. Я написал губернатору с просьбой восстановить справедливость и пресечь дальнейшие возможности политической дискриминации школьников. Что я имею в виду? Ну, значит, прежде всего, конечно, значит, если даже предположить, что эти молодые люди совершили административное правонарушение, ну, как и я, например, я тоже совершил 10 суток отсидел административное правонарушение, да, за участие в акции Навального, как считает суд. В любом случае, они уже наказаны. И это дело полиции и мирового суда. А дело школы воспитывать талантливых и способных и поощрять. Это я говорю не только как глава комиссии по образованию, как учитель и педагог. И вот люди, педагоги, я не знаю, администрации, которые приняли такое решение, я бы таких людей вообще на пучный выстрел к детям не подпускал. Потому что так демотивировать талантливых ребят, вот я не знаю, что еще нужно придумать, наказать их, решить их премии за их успехи, за их способности, за их тягу к знаниям. Ну, я не знаю, как эти люди вообще в школе работают или настолько уже все дефортировано. Мне кажется, ли вам странно, когда молодой человек попадает в отделение полиции, а потом ему вручают еще и стипендию. А что там такого? Не кажется мне это странным. Он, попадая в отделение полиции, за это свое правонарушение отвечает. По суду в том числе. При чем здесь его талант? Извините, я, Дима, себя вспоминаю. Вот эти школьники учатся в похожее очень время. То есть, может быть, она только немножко в другом направлении развивается. Я тоже учился в второй половине 80-х, был старшеклассником. Это была перестройка. Когда тоталитаризмом мы уходили в сторону свободы, как я считаю. И я тоже прекрасно учился, извините за такую самооценку. По оценкам судей, по крайней мере. И у меня было очень плохое поведение. Я тоже был такой вот шалопай. И мне тоже все время пытались что-то меня воспитать, чего-то меня лишить. Снижали мне медаль в школе, не дали из-за поведения в конечном счете. Понимаете? Это несправедливо и неправильно. Другое дело, что я в то время как бы вектор был направлен в сторону свободы. А сейчас вектор направлен в другую сторону. Но эти ребята тоже. Как бы у нас демократическое государство, как бы у нас все имеют право на рожжение собственной позиции. Как бы у нас нельзя за одно и то же два раза наказывать. Я уж не говорю даже про суд и полицейских. Хочу еще в школе наказывать, стипендии лишать. Но тем не менее мы видим, что в сторону авторитаризма страна движется не просто уверенно. Она там во многом уже находится. Она погружена уже, по сути. Я сказал в своем выступлении, посвященном, правда, пенсионной реформе, что с моей точки зрения выборы 18 марта, по сути, политически превратили страну в конституционную монархию. Конституционная она лишь настолько, насколько хочет монарх, по большому счету. И это вот что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому в этой ситуации я тоже должен их защищать. А кто их будет защищать? Это мой долг. Я считаю, что нельзя ребят за это наказывать. Я считаю, что губернатор, как мне кажется, конечно, мы с Георгием Сергеевичем, мягко говоря, очень далеки в оценке почти всего, наверное, что происходит в нашем городе и стране. Но мне кажется, губернатор не жестокий человек. И он должен понимать, что это не метод воспитания. Я считаю, что это не только демотивирует, но и ведет к оттоку мозгов из страны. Вот такие дети захотят уезжать из страны. Посмотрите комментарии граждан, которые в том числе к постам на Эхо, к постам в Фейсбуке. Это же просто... Ну, как же так можно? Типа, у меня нет слов, если честно. Я считаю, что губернатор должен вступить в эту ситуацию поправить. Я не требую ничьей крови. Я понимаю, что это элитная гимназия вторая, хотя мне кажется, что здесь, конечно, должны были быть выводы административные. Но дело в конце концов не этим. Сейчас главное, по крайней мере, если... Бог с ним с этими деньгами даже, хотя это важно с точки зрения справедливости. Но хотя бы не отнять у ребят веру, что в нашей стране можно быть талантливым, способным, иметь свою точку зрения, учиться хорошо. Тебя за это не будут наказывать. Или если уж ты там где-то нарушил что-то, раскрыл не там листовку, то ты получил свой штраф. И потом всю жизнь тебе это не будут припоминать. Вы сейчас преподаете в школе? Сейчас, к сожалению, нет возможности такой, потому что... Я уже отвечал на этот вопрос как раз недавно. В том созыве нас было все-таки довольно много. По крайней мере, по отношению к этому, я им думаю, было 20 единоросов всего лишь. Да, сейчас их 36, у нас просто стало меньше, проблем стало меньше. Физически тяжело. Я просто... А это нельзя делать в полноги. Учить детей это... Это даже в каком-то смысле, даже, может быть, во многих смыслах важнее, чем быть депутатом. Так часто упоминался Исакий, что Ирина не выдержала и по СМС решила спросить, что с Исакией. Ну вот смотрите, я думаю, что попытка новой атаки на Исакий, которая планировалась на июле 2018 года в связи со столетием трагической гибели, да, расстрела царской семьи, не состоялась в связи с чемпионатом мира по футболу. Вот за это можем чемпионат мира поблагодарить. На фоне чемпионата мира решили Исакийский вопрос не поднимать. Он, может быть, поднят любой вопрос. Но возвращаясь, могу сказать, мы должны хотя бы эту задачу, хотя много задач должны поставить и постараться решить, но хотя бы эту задачу решить. Политическое участие, демократическая оппозиция в губернаторских выборах должно, по крайней мере, решить один вопрос. Мы должны получить столько голосов, и у нас на это есть все основания, чтобы вопрос о передаче Исакийского собора, символа Петербурга, кому бы то ни было, вообще больше никогда не вставал. Это депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и его особое мнение. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо, счастливо.